Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней нашей шестой лекции это урок «Основная форма организации процесса трудового обучения». Какие мы будем сегодня рассматривать вопросы? Первый вопрос – это организация содержания предмета трудовое обучение. Второй вопрос – содержание учебного предмета. Третий вопрос – система целей обучения. Четвертый – краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное планирование. И пятый вопрос – планирование современного урока трудовое обучение. Требования к современному уроку и анализу уроку. Содержание учебной программы предусматривает изучение материалов по четырем образовательным направлениям. То есть это работа с природными материалами, работа с бумагой и картоном, техническое моделирование и конструирование, а также самообслуживание. При выполнении различных работ соблюдаются правила гигиены труда и техники безопасности. Содержание учебной дисциплины состоит из трех разделов. Первый – это раздел знаний и признания творческих идей, развитие исследовательств, навыков и творческих способностей через изучение окружающего мира, различных материалах, изучение традиций и культуры казахского и других народов, выработка собственных творческих идей. Второй раздел – это создание и подготовка творческой работы, это развитие асенсорики, моторики рук, воображения и творчества, практических навыков в процессе выполнения коллективной, групповой, индивидуальной работы, экспериментирование с различными материалами, обладение различными техниками работы, планирование собственной деятельности. Третий раздел – анализы, оценка, презентация, это развитие коммуникативных и речевых навыков, посредством презентации, в рамках которой оценивает презентация и интерпретация своей и чужой работы. Базовое содержание учебного предмета, трудовое обучение для первого класса – это прикладное искусство казахского народа, орнаментов, развитие творческих идей, путешествие в природу, сбор природного материала, изучение свойств видов бумаги в жизни человека, создание и подготовка творческой работы, экспериментирование с природными искусственными материалами для творческой работы – нетрадиционными материалами, художественными, природными, искусственными, различными материалами, аппликация из высушенных растений, составление композиции, из листьев и цветов, мозаика и так далее. Хотелось бы мне остановиться на учебной программе и учебной цели. Цели обучения всегда имеют в себе предлагаемые задания на основе цели обучения. Отсюда исходит поддержка решений в отношении формативного оценивания цели обучения. Как мы сказали, есть три вида планирования – долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование. Долгосрочный план по реализации типовой учебной программы по учебному предмету трудового обучения для первого класса, как видно на таблице. Здесь она состоит из сквозных тем, раздел долгосрочного плана, подраздел долгосрочного плана и цели обучения. Долгосрочные планы разрабатываются на основе КТП, то есть календарно-тематического планирования, а в свою очередь КТП разрабатывается на основе типовой учебной программы по предмету трудовое обучение. Дальше идет у нас среднесрочный план. Сюда входят тоже сквозные темы подраздел долгосрочного плана, цели обучения и здесь мы расписываем уже часы на каждую тему, сколько отводится часов. Дальше на основе среднесрочного мы уже разрабатываем краткосрочное планирование. Хотелось мне здесь остановиться, вам пояснить, что в этом планировании мы обязательно расписываем какой-то урок, первый, второй или третий, как называется предмет, раздел, фио учителя, дата, какой класс, тема урока расписывается по КТП, цели обучения тоже мы берем из КТП в соответствии с учебной программой. И из этой цели обучения мы расписываем цель урока. Дальше ход урока расписываем. То есть мы знаем, что урок состоит из нескольких этапов. Это организационный момент. Дальше идет начало урока, середина урока, конец урока и рефлексия. Как вы знаете, обязательно, когда мы разрабатываем краткосрочный план, мы должны учитывать, что должны быть три вида формативного оценивания. Это самооценивание, взаимооценивание и оценивание учителем. Также здесь мы должны предусмотреть задания на каждом этапе. Они должны быть обязательно с дескрипторами. И в конце урока, когда учитель подводит итог урока, чтобы узнать, насколько дети поняли сегодняшнюю деть тему, учитель проводит рефлексию. При разработке краткосрочного плана, конечно, можно задавать себе полезные вопросы, которые я показала на мониторе. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Субтитры подогнали Симон.